Здравствуйте. Меня зовут Антон Федянин. Я работаю в студии Михаила Кетчинова в Санкт-Петербурге. Мы занимаемся разработкой технической части стартапов. Но сегодня не об этом. Сегодня мы поговорим про CSS-фреймворки. Не про техническую их часть тоже. Не будет никакого сравнения фреймворков, а поговорим об отношении к ним и об интегрировании фреймворков в процесс разработки. О том, нужны они в принципе или нет. Я буду говорить Bootstrap, но в принципе это будет значить любой фреймворк. Просто Bootstrap уже стал именем нарицательным. Он понятен большему количеству людей. И его говорить короче. Для начала разберемся, для чего вообще предназначен Bootstrap в принципе. Для каких проектов. И тут у меня есть две новости. Хорошая новость и плохая новость. Плохая новость заключается в том, что изначально Bootstrap не предназначен для разработки клиентских проектов на заказ. Он скорее предназначен для стартапов, когда у нас нет средств, у нас нет дизайнеров, у нас есть обозримый функционал, нам надо сделать приемлемый внешний вид, мы его делаем и быстро стартуем. Одним из переводов слова Bootstrap является как раз быстрый старт. Также он предназначен для проектов, где содержание важнее формы. То есть те проекты, которые могли бы жить вообще без дизайна. Это возможно административная панель какая-нибудь или сервис, конвертер, допустим, одного языка программирования в другой. Там CoffeeScript в JavaScript, где есть две формы. В одну мы вставляем код, в другой получаем. Там не нужен никакой дизайн, но с помощью Bootstrap мы можем облагородить, и это будет выглядеть лучше. Или для программистов, которые не умеют, не любят верстать, у которых плохо с дизайном, если они что-то делают свое, и у них получается все кривое и косое. При использовании Bootstrap они могут сделать все ровно и приятно. Или для дизайнеров, которые хотят что-то кому-то сказать, некрасиво они сделать не могут, потому что у них тонкая душевная организация, могут взять Bootstrap и быстро накидать, все будет выглядеть по крайней мере ровно. Немного проиллюстрирую это. Допустим, программист придумал крутую штуку, которую никто никогда не придумывал, и он обычно набрасывает функционал, то есть программирует и набрасывает HTML вот в таком виде. Потыкал, вечер поигрался, все формы у него работают, все хорошо, ему прикольно, он как бы потом это забыл, выкинул и так далее. Но если он потратит немного времени и прикрутит Bootstrap и какую-нибудь темку к этому делу, это будет выглядеть уже вот так. И он сможет в принципе даже выложить в интернет, показать друзьям и в итоге это даже возможно как-то монетизируется, его штука, которую в принципе он мог бы до этого выкинуть. Теперь перейдем к хорошей новости. Если мы все-таки по каким-то причинам используем Bootstrap для разработки именно клиентских сайтов на заказ, когда мы рисуем для них дизайн, то вопреки расхожему мнению размер не имеет значения. То есть неважно для крупного проекта мы делаем или для маленького. CSS фреймворк, он одинаково будет как и плох, так и хорош для любого размера сайтов. И сейчас конкретно поговорим о том, чем он может быть плох или хорош. Есть несколько распространенных мифов о CSS фреймворках. Например, о том, что если мы возьмем и подключим к проекту Bootstrap, то у нас все станет хорошо, структурировано и в порядке. Там обо всем подумали, все будет кроссбраузерно и так далее. Также миф о том, что разработка при использовании CSS фреймворка будет намного дешевле и быстрее. И что его проще поддерживать в итоге. По порядку разберемся с мифом. Первый о том, что Bootstrap наведет порядок. Сам по себе нет и никогда. То есть в Bootstrap нет инструмента для какого-то порядка. Как правило, для этих целей подключается Bootstrap к проектам как? Начальник, технический директор, ведущий разработчик смотрят на CSS, написанный криворуким технологом, видят, что это за ужас. Нам надо как-то это исправлять. Вот я слышал Bootstrap, надо его подключить, у нас все станет лучше. Как выглядит идеальный CSS? Идеальный CSS выглядит вот так. То есть это ровные квадраты, которые расположены в ряд, и у них все хорошо, нигде никуда не торчит. Как выглядит CSS, который не нравится? Назовем человека менеджером, который принимает решение. Менеджеру не нравится вот такой CSS, когда это криворукие прямоугольники, беспорядочно расположенные, раскиданные, везде все торчит и просто каша в проекте. Он слышал про Bootstrap, и он думает, что если подключить к проекту Bootstrap, то все будет вот так. То есть это будут треугольники, которые тоже стоят в ряд, и можно заметить, что на месте одного квадрата у нас получается четыре треугольника. То есть все будет очень хорошо структурировано, упаковано, очень много функций, и все будет в порядке. Что у нас получается в итоге? В итоге получается вот такая каша, потому что мы приобретаем Bootstrap, но не приобретаем другого технолога. У нас был тот же криворукий технолог, и он сделал все то же самое, что он делал раньше, но разбавил это еще определенными элементами из Bootstrap. Там он использовал пагинацию, там хлебные крошки и так далее, но своего он тоже наверстал, и оно у него ровно в том же беспорядке, в котором было и до этого. Но даже если у нас технолог аккуратный и верстает все вот такими квадратами хорошими, существует проблема, потому что при разработке клиентского сайта обязательно проект проходит итерацию дизайна. Мы взяли Bootstrap, мы показали Bootstrap дизайнеру, сказали нарисуй вот так. Он сказал окей, я все понял. Дизайнер хороший, аккуратный, он постарался, он скачал себе Photoshop PSD с элементами Bootstrap, и уже потом начал их как-то изменять. И вот тут проблема. Проблема в том, что Photoshop это не тот инструмент, который может ограничить как-то дизайнера в этом. Растягиваешь ты блок, он растягивается до любого размера, он тебе не скажет стоп, прекрати. Здесь можно добавить тень, можно перекрасить любой блок как угодно. И дизайнер не чувствует этого. Он не работал с Bootstrap, он не знает, что там под капотом и как устроено. То есть в итоге, перерисовывая треугольник, у дизайнера получается ровно тот же самый квадрат, который проще будет сверстать заново, чем использовать уже готовые, которые есть в Bootstrap. Также дизайнер может быть уже прохаванным чуваком, который 10 сайтов нарисовал на Bootstrap, в принципе все понимает, уже получал по щам за это и так далее. Но и тогда он рисует квадрат с крышей. Квадрат с крышей это и недоквадрат, и недотреугольник. В чем суть этого квадрата? Вроде бы это треугольник, и вроде бы можно переделать любой треугольник в этот квадрат с крышей, но проблема в том, что в Bootstrap все завязано на переменные. И у трех разных блоков, у десяти разных блоков может использоваться одна переменная. А дизайнер разрисует их так, что у него все перепутается. То есть раньше было три блока с бордером серого цвета. Дизайнер нарисовал три блока. У одного зеленый бордер, у другого синий, у третьего красный. Чтобы их сделать, нельзя просто изменить переменную. Нужно либо дописать две новых, либо вообще отказаться переменных и переписать этот блок заново. То есть в итоге на дизайне мы получаем что-то вроде такого. Возможно, там будут и треугольники, возможно, там будут квадраты, когда дизайнер начнет сильно фантазировать, но там будут еще и квадраты с крышами. Соответственно, в CSS у нас получится то же самое. Те же самые, та же самая каша. И если технолог аккуратно это будет еще выглядеть так, а если нет, то сюда добавятся еще и кривые прямоугольники. В общем, как выглядит изменение блока в бутстрапе. Если это у нас просто CSS, то нам, возможно, придется переопределять вот такие длинные цепочки с различным уровнем специфичности. Лично я лучше заново блок напишу, чем буду переопределять цепочки. Либо если мы используем less, то нам будет немного проще. С цепочками проблема тут исключена, но можно увидеть, что здесь используется, сейчас мы смотрим по генацию, 11 переменных используется в 11 местах. Всего здесь 10 различных переменных. Соответственно, можно понять, что все усыпано переменными, все зависит друг от друга. И когда дизайнер рисует, он этого не понимает. И что же тогда? Получается, если мы используем бутстрап с кастомным дизайном, то у нас будет беспорядок? Нет. Порядка добиться можно. Первое. Нужно понять самим самую главную штуку в бутстрапе – это сетка, потому что понимание сетки приводит к быстрой адаптивности, что на самом деле очень киллер фича CSS фреймворков. И обучить дизайнера именно сетке. Обучать можно. Прямо берется сайт на бутстрапе, который сделан хорошо. Можно в экспо, допустим, репозитории бутстрапа посмотреть. И сверху на него накладывается сетка и говорится дизайнеру, смотри, как используются блоки. Ты должен использовать их так же. Потом сайт уменьшается, берется сетка под другой размер, накладывается так же и смотрится, чтобы дизайнер понимал, как еще адаптивно ведет себя сетка. Это первое. Второе. Можно понять, когда я рассказывал про квадраты с крышей, что нам нужны треугольники. И эти треугольники, в принципе, могут быть не обязательно ровными. Они могут быть разных цветов и разного размера. То есть чуть изменены, мы сможем этого добиться, быстро изменив переменные. Надо запретить дизайнеру изменять треугольники. Если мы разрабатываем сайт на бутстрапе, мы берем только бутстрап и тему для бутстрапа. Можем ее купить, можем взять бесплатную и сказать дизайнеру, что ты используешь это только в том виде, как это есть в документации и ничего не меняешь. А что же делать, если нам нужен какой-то другой функционал, другие блоки, чтобы эти сайты отличались от других? Нужно дорисовывать туда квадраты. То есть нужно комбинировать. Главный момент, что дизайнер понимает. Это он берет в бутстрапе, это мы будем верстать с нуля. И технолог тоже должен это понимать, чтобы не городить каши. Тогда у нас будет порядок. У нас будет нетронутый бутстрап с темой и свой CSS, порядок в котором зависит только от аккуратности технолога. Второй миф. Разработка на бутстрапе быстрее и дешевле. Тут все зависит. Во-первых, нужно соблюдать правила, про которые я говорил раньше. Во-вторых, к любому проекту можно использовать в любом проекте определенные элементы бутстрапа, даже если у нас дизайн какой-нибудь навороченный. Те, которые клиенту не особо будут видны или не особо важны. Например, пагинация, хлебные крошки. На них обычно клиенты не смотрят. Их берем и используем без всяких проблем. Или джаваскриптовые какие-то компоненты, которые тоже без разницы. Дропдаун и дропдаун. Он работает, мы его быстро прикрутили и на самом деле это дешевле. Третий миф. Бутстрап проще поддерживать. И тут заключается момент в том, что если у нас на бутстрапе сделан сайт вот так, то ни о какой простоте поддержки речи быть не может. Его поддерживать точно так же сложно или точно так же просто, как и любой другой сайт. Дело в том, что CSS это как бы невеликая наука. И ее, если человек знает, поддерживать в любом виде и одинаково просто, и одинаково сложно. Как вообще у нас такие сайты появляются? Менеджер что-то слышал про бутстрап и заявляет, у нас теперь бутстрап, допустим, будем делать все быстрее. Технолог этому очень сильно радуется, потому что он тоже слышал, и там все продумали, у него будет кроссбраузер, и он говорит, круто, отлично, давайте. Дизайнер всегда радуется. Ему говорят, бутстрап, отлично, я нарисую вам бутстрап. Клиент рад еще больше, потому что он тоже слышал о том, что это все дешевле, и это все быстрее, и это качественнее, самое главное. Дизайнер рисует сайт на бутстрапе. Клиент начинает процесс утверждения свой обычный, здесь подвинуть, здесь изменить отступ, здесь размер шрифта увеличить, здесь уменьшить, здесь поменять цвет. И вот теперь круто. Вот это сайт на бутстрапе. Я всегда о таком мечтал, всегда бы их покупал. И сайт попадает к технологу, он в недоумении, что же это такое. Приходят менеджер с клиентом, просят сайт. Технолог говорит, ну возьмите его, вот этот. Он просто не мог сделать по-другому, но он старался. Это выглядит, как будто уборщику купили крутую паровую электронную швабру, но не дали для нее насадок и тряпок. И говорят, нужно вымыть пол. Он подмел пол и сказал, швабра крутая была, но он подметал его веником. Этот текст должен быть зачеркнут, где написано бутстрап. Суть в том, что очень часто в требованиях к вакансиям технологов есть там строчка бутстрап или другой фреймворк. Я считаю ее в принципе бесполезной и бессмысленной, потому что человек, который знает CSS, он разберется с бутстрапом очень быстро. Который знает только бутстрап, не умеет делать ничего, кроме зачем он кому-то нужен. Лучше вместо этого требования включать требование быть волшебником для того, чтобы уметь делать бутстрап, не плодив хаоса и не довести ни себя, ни дизайнера до нервного срыва. Итак, подведем итоги с мифами. Первый. Наведет порядок в вашем CSS. Это зачеркнуто. На самом деле нет. Нет такого инструмента найдения порядка. Второй. Разработка быстрее и дешевле. Да, в определенных случаях, если правильно использовать, проще поддерживать тоже якобы зачеркнуто, потому что то на то и выходит в итоге. В общем, бутстрап это инструмент. Инструмент нужно использовать по назначению. Как никто не будет забивать гвозди молотком или закручивать, то есть наоборот, забивать саморезы молотком или закручивать гвозди отверткой. Предположим, клиент пришел просить сайт на бутстрапе. Бутстрап это молоток. Тема для бутстрапа это перфоратор. Используя эти инструменты, мы можем комбинировать. Нам надо сделать сайт, повесить картину. Повесить картину мы можем либо прибив ее молотком, либо просверлив дырку и потом вбив дюбель гвозди. Но мы никак не можем использовать саморезы. Саморезы это квадраты с крышей. В принципе, я считаю, что вообще CSS framework нужен и нужен обязательно. Это любой из уже существующих. Бутстрап, foundation, UI kit, semantic UI, неважно. Либо какие-то его части под конкретную разработку. Это самописный фреймворк. Самописного фреймворка на самом деле есть преимущество перед уже готовыми, если он грамотно сделан. В том, что все фреймворки, bootstrap и прочее, они ориентированы все равно на дизайн. Они ориентированы на то, чтобы быстро дать какой-то определенный дизайн. Свой фреймворк можно написать только так, чтобы какие-то невидимые штуки использовать. Сетку, какие-то враперы для форм и так далее. Либо писать для каждого проекта свой фреймворк, когда у нас очень кастомный дизайн, все очень разное, надо выводить взаимосвязи, надо создавать переменные, надо пытаться что-то сокращать, потому что потом, когда мы столкнемся еще раз с похожим проектом, мы сможем это использовать, это нас ускорит и поддерживает такой проект, который сделан на каком-то фреймворке быстрее и проще. В общем, что бы хотелось сказать. Если дизайнер говорит, что он нарисовал на bootstrap, не факт, что он прав. Если клиент говорит, что он хочет сайт на bootstrap, не факт, что он хочет. И если технолог говорит, что он сверстал сайт на bootstrap, не факт, что на bootstrap. В общем, используйте инструменты по их назначению. У меня, в принципе, все. Большое. Ух ты. Друзья, есть ли вопросы? У меня какой-то мощный микрофон попался. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Расскажите про ваш опыт, как у вас устроено. То есть вы рассказывали про bootstrap, но я не очень понял. Вы сами используете bootstrap в своих проектах? Раньше использовал самописный фреймворк на прошлом месте работы. Но я могу сказать, я ушел, оставил после себя только фреймворк и только документацию. Сейчас я смотрю проекты, которые делает компания, и там это используется. То есть, а сейчас в данный момент использую bootstrap. Но использую именно, стараюсь использовать невидимые части. То есть сетку и прочие вещи там для получения быстрой адаптивности. И формы. И стараюсь как бы с дизайнером договариваться, чтобы формы не выходили за пределы. Все остальное больше как-то с нуля руками. Так, есть еще спух. Второй мощный микрофон. Что такое? Чисто технологическая цепочка. Вы когда рассказывали менеджер, клиент. Сделайте нам что-нибудь с микрофонами. Клиент, менеджер, соответственно, дальше технолог. Дизайнер, технолог пара, разработчик. В этом моменте вы используете прототипы. И та часть, которая относится к визабилити, она больше область знаний, область видимости технолога или менеджера или специально выделивания специально? Это зависит на самом деле от компании. То есть, опять же, в предыдущей компании использовали прототипы. Причем прототипы были сделаны все на bootstrap, либо на UI-ките. Но потом это не шло в разработку. То есть, мы не могли использовать вот то, что сделано уже на bootstrap для сайтов. Не получалось. Сейчас прототипы делает менеджер, и они обычные макапы. Мы больше, сейчас мы отходим от прототипов. Дальше уже отвечает технолог за то, как это будет. Технолог с дизайнером, да. Здравствуйте. А кто по вашему определению технолог? То есть, есть верстальщик, есть… Вы говорите про технолога. То есть, это какой-то… Ну, по сути, это разные названия одного и то же. Технолог, фронт-энд разработчик, верстальщик. И я как бы… Мне больше нравится слово технолог, оно быстрее. Как бы, я думаю, можно это все разделить, но это не относится, наверное, все-таки к сегодняшней теме. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как грамотно, вот с чего начать дружить дизайнера с Bootstrap'ом? То есть, какие основные элементы, то есть, какой-то алгоритм существует вообще? Сетка, да. Я как уже показывал, берем сайт на Bootstrap'е и накладываем на него сетку, и, ну, прям учим понимать, что такое сетка, что такое отступ и так далее, как это работает. И, наверное, формы. Потому что формы всегда делать долго, если у нас уже есть какие-то готовые формы, которые хорошо работают. Но тут нужно, вот важный момент в формах, их нужно брать скорее и использовать так, как они есть. Потому что, когда начинается переделывание, это можно себя загнать в разные места. А во всем остальном, ну, тут только опыт и уже на ошибках учатся. Давайте, друзья, мы последний вопрос можем взять сейчас, если есть. Ну, давайте два, окей, сейчас один, давай. Здравствуйте, спасибо. Извините, а вы не использовали никогда Bootstrap с какими-то библиотеками МВЦ проектирования, ну, какими-то паттернами? Вообще с тяжелыми такими приложениями? Именно, ну, вообще сейчас я использую Bootstrap в рельсах, Ruby on Rails. Да, то есть он туда интегрируется как GameStats, либо SAS, либо LES. Ну, никаких проблем. Ну, то есть это же JS и CSS Bootstrap, по сути. Еще вот недавно появился Lumix framework, который интегрировал на AngularJS, но я его еще не смотрел предметно, то есть только вот новость прочитал, можно сказать. Простите, а вот сейчас у вас проект на МВЦ, именно или МВ, или какой паттерн? Ну, Ruby on Rails это МВЦ, в принципе, но никаких Angular не используем и прочее, если говорить о JavaScript и МВЦ именно. Ясно, спасибо. Здравствуйте. Скажите, вы используете от Bootstrap JavaScript? Еще погромче? JavaScript от Bootstrap используете? То есть всплываешь модель в окна, тултипы, используете? JavaScript от Bootstrap очень полезная вещь, потому что это быстро. То есть тебе не надо думать, не надо искать, не надо писать самому, ты вставил что-то, особенно если где-то дизайнер не нарисовал. Она не сильно нагружает страницу именно вот JavaScript. Да как и любой другой JavaScript. Но если свои… Если самому писать на нативном JS, конечно будет быстрее. Ну да. Ровно так же, как использовать дропдаун Bootstrap. Ну разница большая, по скорости будет. Ну разница… Если целесообразно, все-таки Bootstrap лучше использовать в сплывающем окне. Ну писать на нативном JS все с нуля, это насколько дороже получается и дольше. То есть если у вас есть время и средства… Ну смотря что, опять же писать. В Bootstrap мы получаем сразу и слайдер, и дропдаун, и прочие джессы, которые мы подключаем за минуту. А написать это самому… У нас на битриксе куча готовых слайдеров своих разработанных с JavaScript. Нет, ну если они уже готовы… Я говорю, если у нас чего-то нет, то взять и использовать с Bootstrap, почему бы и нет. Это то же самое, что найти где-то и подключить. Если мы всегда пишем сами с нуля, то, конечно, лучше продолжать писать самим, если на это есть ресурс, скажем так. Хорошо, спасибо. Отлично, спасибо огромное. Давайте аплодисментами еще раз.